Оказывая поддержку Беларуси, Россия прежде всего поддерживает себя и свои производства. Об этом сегодня шла речь во Дворце Независимости. Александр Лукашенко встретился с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым. Глава государства отметил, что не единожды говорится о том, что Россия поддерживает Беларусь и даже кормит нашу страну. Но президент подчеркнул Беларусь – площадка финишного производства и своего рода сборочный цех для России. И Александр Лукашенко привел конкретный пример. В последнее время, вы, наверное, внимательно наблюдаете за событиями в наших отношениях, принято очень много говорить о том, что Россия, мол, поддерживает, а кто-то, говорит, кормит Беларусь. Вообще Беларусь пропала без России и так далее. Должен нам сказать, Беларусь никуда не исчезнет и не пропадет, но вопрос не в этом. Вопрос в том, что поддерживая, если такое есть, Россия поддерживает прежде всего себя. Потому что, определяя когда-то, более 20 лет тому назад, курс Беларуси, по какому направлению нам двигаться, мы все-таки однозначно решили, что Россия – это не просто партнер, не просто дружественное нам государство. Беларусь для России – это то же финишное производство, что было в Советском Союзе. Как мы часто говорили, в народе сборочный тех. Ресурсы мы в основном закупаем у вас при всех выгодных, невыгодных ситуациях. Комплектующие мы покупаем у вас. Я часто привожу пример с МТЗ. Ну, все говорят, вот Беларусь – это прежде всего тракторный завод. Да не только. Нефтехимические, нефтеперерабатывающие, машиностроительные отрасли – это финишное производство огромного комплекса российской экономики. И я говорю, если бы Россия даже поддерживала Беларусь, поддерживая финишное производство, значит, поддерживают у себя те, кто производит сырье, материалы, комплектующие. Так вот, МТЗ примерно на 60 процентов, на 60 – российское, а не белорусское производство. Так и по другим можно говорить направлением. А возьмите БелАЗ. БелАЗ создавался прежде всего для Советского Союза, прежде всего для России. Мы покупаем, может, один автомобиль для Беларуси, и то малотоннажный. У нас нет таких разработок, где мы можем использовать, допустим, грузоподъемность автомобиля в 400 или 450 тонн. Ставит вопрос, так кого же поддерживает, если поддерживает Россия? Сейчас, говорят, Россия стала более прагматичной, и вот эти рассуждения о братстве, о дружбе и прочее. Партнеры. Ну, партнеры так партнеры, я же нисколько не возражаю. Мы готовы к сотрудничеству с нашей Россией, братской Россией, настолько, насколько сегодня руководство России к этому готово. Только мы против всяких фейков, вбросов, раскручивания разных там тем, средствах массовой информации. Здравомыслие всегда победит, и русских с белорусами столкнуться не удастся. Никогда не удастся, по крайней мере, пока я президент. Для нас, русский человек, для меня лично, это то самое, что Беларусь. Во время встречи обсудили и вопросы сотрудничества Белоруссии и Новосибирской области. Александр Лукашенко отметил, что этот регион является воротами в огромную Россию. И наша страна готова к созданию совместных сборочных производств и выпуску продукции на рынке третьих стран. Есть перспективы работы и в авиационной сфере. На Белорусском авиаремонтном заводе возможно техническое обслуживание современных типов самолетов. Также мы готовы предложить к реализации свои проекты строительства агрогородков и объектов инфраструктуры. Огромное спасибо за эту встречу. Действительно, мы здесь почувствовали не только родную погоду, а родной радушный прием и желание продолжать совместную работу. К сожалению, не получилось организовать этот визит в 2017 году. Мы действительно переносили сроки. Но зато сейчас, в январе 2019 года, мы приехали большой команда. Визит очень насыщенный. Мы за эти дни побывали на многих предприятиях, во многих городах. Добавлю, что сегодня Белоруссия и Новосибирская область находят взаимный интерес во многих сферах. Товарооборот за 11 месяцев прошлого года составил более 264 миллионов долларов. Субтитры создавал DimaTorzok